Губернатор Игорь Руденя провел заседание правительства Тверской области. Основным вопросом повестки дня стал ход реализации национальной программы «Цифровая экономика» на территории Верхневоложья в текущем году. Также были обозначены задачи на 2023 год. Открывая заседание, губернатор отметил, что президент России в числе приоритетных задач развития страны определил широкую цифровую трансформацию для каждой отрасли, каждого предприятия, социальной сферы, системы государственного и муниципального управления. Игорь Руденя подчеркнул, что у Тверского региона есть все возможности для того, чтобы внести существенный вклад в обеспечение технологического суверенитета по данному направлению. К сильным сторонам относятся сегодня это размещение на территории региона компаний, которые создают отечественные программные продукты, которые создают аппаратный комплекс, который сегодня выходит в реализацию, в продажу, как хорошие образцы российской электронной промышленности. Важно отметить, что переход на отечественные программные продукты сегодня проходит в таком достаточно комфортом, хорошем, динамичном режиме. Одним из первых является флагманов это правительство Тверской области, аппарат правительства. Особое внимание уделяется профориентации школьников. Всего в Верхней Волжи детским IT-творчеством охвачено более 65 тысяч человек. Работа организована в разных форматах. В том числе для этих целей в регионе создано 8 центров образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение навыков и компетенций в сфере информационных технологий. В Твери, Выжнем Волочке, Удом, Литаршке и Киморах действует 210 центров цифрового и гуманитарного образования. И здесь тоже очень важно вести процесс, используя отечественные технологии. В рамках тех задач, которые сейчас стоят перед экономикой России, по части импортозамещения, по части продвижения российских технологий и сервисов, то неплохо было бы продумать интеграцию такого рода сервисов уже на начальном этапе образования детей. То есть начиная со школьницами, даже может быть дополнительное образование дошкольного и до доведения их до университета и дальнейшего, до рабочего места. В Тверской области с помощью единого портала госуслуг в электронном виде предоставляется 116 услуг. Из них 75 массовые, социально значимые. В следующем году планируется оцифровать еще 11. Спрос от граждан на каждую из них составляет порядка 200 заявлений в год. В целом в текущем году по сравнению с прошлым значительно увеличилось количество услуг, предоставленных гражданам в электронной форме. Со 105 400 единиц до 361,5 тысяч единиц. Стратегическим заделом развития IT-отрасли является наличие развитой информационной инфраструктуры. Методы искусственного интеллекта, машинного обучения, искусственные нейронные сети, они могут помогать строить очень хорошие прогнозы, выявлять закономерности, понимать, какие мероприятия приносят максимальный успех, а какие фактически не влияют на наше развитие. Какие-то кризисные ситуации выявлять своевременно. Среди ключевых задач на 2023 год создание условий для подключения домохозяйств в сельской местности, к инфраструктуре связи, создание центра цифровых компетенций для государственных и муниципальных служащих и цифровой грамотности населения Верхней Волжи, а также полный перевод информационных систем на отечественные аппаратные решения. Также особое внимание глава региона обратил на необходимость усиления работ по цифровизации отрасли здравоохранения. Продолжение следует...